На проходящей в Женеве 34-й сессии рабочей группы универсального периодического обзора Совета ООН по правам человека Казахстан защитил третий национальный доклад о выполнении международных обязательств в сфере защиты основных прав и свобод человека. В составе казахстанской делегации представители администрации президента, Верховного суда, Генеральной прокуратуры, рядом министерств и ведомств. Основной докладчик был министр юстиции Марат Бекитаев. Он отметил приверженность президента Хасамжумар Татакаева построению слышащего государства, готового к конструктивному диалогу с гражданским обществом. Делегации многих стран, членов ООН отметили прогресс Казахстана в законодательных, судебных, административных реформах, сохранении межэтнического согласия и внедрении принципов основных международных документов в сфере защиты прав человека. Особо отмечена важность гуманитарной акции ЖУСАН по возвращению наших граждан из Сирии. Ряд стран отметили необходимость изменить законодательство о профсоюзах по требованиям Международной организации труда, усилить поддержку НПО и пересмотреть законодательство по митингам. С момента последнего доклада, второго доклада четыре года назад, Казахстан ратифицировал две конвенции ООН по правам человека. Также все государства отметили новые инициативы нашего президента по созданию и развитию слышащего государства. Свыше 90 стран записались на выступления. Большинство из них отметили позитивные успехи Казахстана. Их рекомендации были даны в конструктивном ключе. Это укрепление института уполномоченного по правам человека, то есть его соответствия парижским принципам. Это присоединение ко второму факультативному протоколу, это по полной отмене смертной казни. Это и борьба с испытками, это и прежде всего для вас, журналистов, значит декриминализация этой статьи о кривите, что они будут его переводить в административный кодекс. И прав женщин, и прав детей несовершеннолетних, это и участие женщин в политической деятельности, хотя я сегодня обратила внимание, что членов делегации было больше женщин, чем мужчин. Особенно в первой части фактически все делегации, опять же европейские делегации отмечали позитивный момент создания НСОДА. И они считают, что вовлечение общества и создание слышащего государства, это даст большой импульс вперед к развитию Казахстана.